Делать добро приятно всегда, особенно если есть повод. В Октябрьском районе решили продлить Международный день пожилого человека, превратив его в месяц особой заботы и сюрпризов. На протяжении последних, наверное, уже пяти лет в нашем центре проходят акции. Это акция «Теплый дом», акция «Бабушкин погребок». И стала новой формой совсем недавно, но уже, наверное, года два. Это акция «Неделя добра». Эта акция позволяет всем гражданам пожилого возраста и инвалидам воспользоваться бесплатно услугой, которая не входит в основной перечень. Чаще всего просят помыть потолки, постирать шторы, сделать генеральную уборку. Все 448 человек, стоящие на социальном обслуживании, получили такой подарок. В их числе Александра Михайловна Кириллова из Селаново-Никитина. Социальный работник Людмила приходит к ней уже четыре года подряд. За это время женщины стали как родные. Замечательная женщина. Что бы ни попросил, все, все делает. Даже что и удовольствие, все делает. Молодец, спасибо ей. Вот окошки надо помыть, она их помолит. Надо потолки помыть, она их помоет мне. Красить надо было, она вот мне покрасила. Батареевым отоплением делала, отопление она мне покрасила. Молодец, очень, очень молодец. Довольная. Я не знаю, как другие, но я от души так. Как доченька. Сегодня Людмила пришла, чтобы заклеить окна. Все-таки теплые осенние деньки заканчиваются, близится холода. Нельзя, чтобы подопечные мерзли, считают в центре соцобслуживания. Ко всем идешь, как к своей бабушке. Я всегда всем говорю, у меня, говорю, шесть бабушек. В доме с видом на озеро живет известная на всю округу Александра Егоровна Попова. Она выдающийся стригаль своего времени. Женщина с удовольствием вспоминает, как участвовала в конкурсе стрижки овец. Работала ножницами прямо перед Хрущевым. Внимательная и старательная мастерица настригла 4,5 килограмма шерсти. Руно было цельное, без брака. Полторы минуты овца. За полторы минуты. А Хрущев съедет так. Ой-ой-ой, вот это да. Вот живое кино. Мать троих детей за полторы минуты овцу острыть. Ведь это не каждый мужчина себе бороду обреет за это время. А это овцу. За трудовые успехи Александру Егоровну отметили самой высокой наградой Новой Зеландии. А ведь за несколько лет до этого она и представить не могла, что станет лучшей в профессии, о которой ничего не знала. Отец в 43-м году пришел с фронта. С одной левой руки у него нет. Нам дали. Овец 700 голов. Вот давай ухаживайте. И он мне, ладно, дочка, хватит. Бросаю учиться. Знаешь таблицу? Ну и ладно. Недавно пенсионерка отметила юбилей. 80 лет. По этому поводу стол заставлен цветами. Поздравить любимую бабушку собралась вся семья. Прибыль дала государство. Трое детей, шесть внуков и десять правнуков. Вот сколько. И все не хуже. Все тут недалеко. В Тюльгане, Варенбурге. И здесь. Веселую бабулю все навещают, приезжают. Но в социальных услугах она все равно нуждается. Ее помощница уже несколько лет Ольга Куликова. Сейчас она шинкует капусту, чтобы закрутить несколько банок солений. Зимой будут дома щи варить. А соцработник вообще и моет, и готовит, сварит, приготовит. Мне хватает дня два, кушаю. И все делает тоже. Все. И пала смыла даже вот она. Александра Егоровна у нас не то что легенда. Она есть, конечно, и почет нашему. Именно поселку Краснооктябрьскому. Она у нас здесь одна осталась. Такой выдающийся стригаль. Был холод у нас Николай Иванович. Это мой дядя. Они были вдвоем, ездили везде. Теперь она одна осталась. Ходит. Она в школу приглашает. Везде на все собрания. Детям рассказывает, как она работала, учит их. Женщины с огромной любовью относятся друг к другу. Если нужен совет, Ольга знает, к кому обратиться. Она у нас очень хороший человек. Слава Богу, что жива, здорова. И учит нас даже еще. Не то что детей, и меня, и всех. И все спрашивают, заходят люди. Ведь она столько здесь живет. Все приходят, спрашивают у нее совета. Она никому никогда не отказывает. Везде ходит и участвует. Раньше к Александре Егоровне приходила другая работница. Любила схалтурить. Надеясь, что старушка не заметит оставленную грязь. До нее были бредет. Палас не поднимает. Махнет кругом тут. И пошла. Пыль не протирает. Ничего. И Палас. Это нам не положено. И уходит. А это. И Палас пылесосит. И поднимает его сюда. Там все моет. Кругом пыль все протирает. Оля, да ладно же, только протирал. Нет, надо, чтобы свеженько. Вот все время так протирает все. У Юлии Чурносовой помощница тоже замечательная. Наталья следит за порядком в доме, регулярно проводит уборку. Пенсионерке не приходится просить дважды. Во-первых, она и полы помоет. Вот неделя добра была. Окошечки перечистила. В доме мы все убрали. Все перевешивали. Когда попрошу ее, на огороде грядочку мне вскопает. Курик слезет. Достанет мне все. Что туда пустит и мне говорит. Да что ты, ты все равно не знаешь, что там есть. Да, я сама знаю. Куда что поставить, какую что взять. Молодец. Юлия Михайловна – большая любительница цветов. В теплое время года огород пестрит яркими красками. Повсюду шикарные бутоны. Особая страсть – комнатные экзоты. Канные каллы по весне пересаживают в сад, чтобы цветы были крупнее и лучше под лучами солнца. Самостоятельно справиться с тяжелыми горшками бабушка не смогла бы. Благо, есть помощница. Потихонечку. Где на коленочках, где как, где там. У меня раньше там розы были. 16 кустов розы были. Отличные. Теперь же они пропали. Столько цветов. Ну, я и сейчас еще сажаю их. Глядя на такого увлеченного садовода, невозможно не посадить самой парочку кустиков. Вот Наталья и берет каждый год у бабушки отростки. Если на выращивание цветов терпения хватает не всегда, то в общении с людьми его наоборот в избытке. Много лет работаем. И очень приятно делать людям добро. Потому что видишь, что они нуждаются в этом. И как мне помочь человеку. Наталья для пенсионерки – желанная гостья. Не только помощница, но и прекрасная собеседница. Мы с ней общий язык находим. Мы никогда не спорили, не скандали с ней. Я ее жду. Вот прям понедельник, четверг должна подойти. Ой, чуть долу нет, чуть долу нет. Она то у этой бабушки там, то воды натаскала, то еще что-нибудь. Вообще она очень хорошая женщина. Профессия социального работника проста лишь на первый взгляд. На самом деле нужно быть тонким психологом, чтобы выстроить диалог с каждым подопечным. Сложно – это найти общение с бабушками. Это самое тяжелое и сложное. Нужно подладиться, нужно как-то найти способ с ней общаться. Понять их, помочь эмоционально и так. Юлия Михайловна очень хорошо готовит и солит. Все рецепты у Натальи только от нее. Домашние уже узнают руку мастера. Вот приправа – настоящий ассорти. Ведь там и кинза, и петрушка, и шафран. Ингредиентов масса. Специя универсальная. И вторые блюда, и в суп можно, и везде, везде ее можно. Даже вот сало солить, когда я его посолила. Я сейчас вас угощу таким кусочком сала, вы такой в жизни никак не можете. Угощение и впрямь оказалось отличным. Недаром помощница берет все рецепты этого дома на заметку. Давайте пробуйте. Акция «Неделя добра» стала настолько востребованной и популярной среди жителей Октябрьского района, что руководство Центра социальной помощи решило привести еще одно, не менее полезное мероприятие. Мы хотим провести акцию от Ильена Даму, когда парикмахер и швея, которые у нас в центре существуют, они выезжают на дом к обслуживаемому и выполняют свои услуги. Услуги эти предоставляются в самом центре. Кстати, за весьма скромную плату. Женская модельная стрижка меньше 100 рублей. А это дает возможность всем сельчанам выглядеть отлично, не затрачивая лишних средств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова